Республика Беларусь, являясь членом мирового сообщества, испытывает влияние мировых процессов и тенденций, в том числе характерных для преступности. Структура преступности претерпела изменения. Активно проявляет себя коррупцией, экономическая преступность и ее разновидности в финансовой и банковской сферах, легализация преступных доходов. Коррупция в силу ряда причин проникла в различные сферы экономики, социальной и политической жизни Беларуси. Поразив многие слои общества, в том числе и работников государственного аппарата. Такие коррупционные проявления, как должностные злоупотребления, протекционизм, взяточность стали достаточно распространенными. В документах ООН о международной борьбе с коррупцией последнее определяется как злоупотребление государственной власти для получения выгоды в личных целях. То есть коррупция выходит за пределы взяточности. Становление коррупции негативно влияет на развитие экономики фактически во всех странах мира. Так, проникновение коррупции во многие структуры государственного управления ведет к безудержному росту стоимости различных товаров, влечению долга страны, что в свою очередь влечет уменьшение требований к стандартам как товаров, так и технологий, поскольку коррупционерам выгодно увеличение капитала, а не увеличение рабочей силы при производстве. Коррупция происходит во всех сферах жизни общества. Типичные для всех ситуации – получение воинского билета, удостоверение, заключение договора подрядов, получение неоправданных оценок знаний в системе образования, получение всевозможных справок в учреждениях здорового хранения. И это только самое мелкое, с чем сталкиваются рядовые граждане. Последствия влияния коррупции на экономику очевидны. Продажность чиновников служит основанием формирования отрицательного отношения населения к результатам всех реформ правительства. Коррупция затрудняет работу частного сектора из-за того, что возникает необходимость нести затраты на взятки, не вкладывая их в инвестиции. Коррупция повышает цену государственного управления. Коррупция оказывает влияние на административное управление в стране. Если известные политики и высшие должностные лица используют свои публичные возможности в целях личного обогащения, то остальные должностные лица и население в целом не видят для себя сдерживающих факторов для личного обогащения. Коррупция устанавливает несправедливость в обществе, что неизбежно ведет к судебным делам и клеветническим высказываниям, затрагивающим даже честных чиновников, которые на этой волне всеобщих компроматов могут подвергнуться шантажу в целях благопрепятствований экономическим интересам определенных лиц. Согласно ООН, 9 декабря является международным днем борьбы с коррупцией. Коррупции могут и должны противодействовать государству, бизнесу, СМИ, международные иностранные организации, граждане. Но важно понимать, что противодействие коррупции – дело всего общества. Каждого из нас.